МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чужих детей не бывая, сёння до хлопчиков и девчонок у Гомельске Дом Детяте и у Лукавскую школу-интернат завитали гоноровые гости. Новогодние браконьеры откажут за незаконную вырубку. Пророда-аховная служба и милиция узмацнили контроль. В телебачене высокой докладности телеканалу «Беларусь-4 Гомельце» пер можно глядеть в HD-формате. А зараз об этом и иншим – больше подробязным. У Палаца Республики сёння пройшло новогоднее доброчинное свято то, яким принял удел президент краины Александр Лукашенко. Дети – галлоны и богатцы Беларуси. За этими словами – любого жадан не колопатиться и оборонять. Так Александр Лукашенко звернулся до гостей самой масштабной ёлки краины. Прежде чем сейчас закружит вас атмосфера зимней сказки, я хочу пожелать всем весёлых зимних каникул и счастливого Нового года. Дорогие друзья, вы постарайтесь эти каникулы использовать так, чтобы буквально через несколько дней, когда они закончатся, вы почувствовали, что вы на полступенечки стали выше, стали мудрее, чему-то научились. Выходите из дома и делайте всё то, что потом вам в жизни пригодится и принесёт старшим вашим людям, которые рядом с вами – радость. Сегодня в самом сердце столицы собрались оборщик, две тысячи хлопчиков и девчонок из усих регионов Беларуси. У их лик увайшли дети-сироты и дети, которые остались без опеки батьков, выхованцы кадетских в училищах, переможцы олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей, спортивных с поборницей. Для них подрихтовали малевничное казочное музично-сценичное шоу о выполнении лучших творческих коллективов Украины, насыщенную культурную программу и подарки от имя президента. Никто не застанется без уваги. В Режицком районе на переддне новогодних святов подарки отримливают ветераны Великой Айчиной войны. Некоторых из них сегодня особисто повиншовал помощник президента Республики Беларусь инспектор Пагомельской области Юрий Шулейко. Подробностей в наступном репортаже. Гости привезли с собой не только подарунки, але и частинку соправданного свята. Счастливых перемен в судьбе, чтоб все желания исполнялись и что задумано сбывалось. Кавалер ордена «Червоной зорки» 92-х годовый Сергей Михайлович Рымша с тяжкостью стремливает слезы. Увага и сбоку мясо бухуладов не обделены. Однако такие веншаванни особливо приемные. Спасибо, что не забывают. Почащают меня часто. Помогают мне. Все мои просьбы, которые я прошу, выполняют. Визит святочной делегации выкликает приемные клопоты и в доме Якова Васильевича Гудя. Сам 92-х годовый ветеран Бадзера с устрока и гостей для порога. Живите долго. Здорово живите. Спасибо за службу. Разом с веншаваньями подарунки. Тут подыход практичный. Кожный ветеран отримал от Деда Мороза Тоя, учим, мил потребу. Слово много не скажешь. Внимание. Но внимание большое. Спасибо всем. Кроме детей, у нас есть взрослые, достойные, пожилые люди, которых нужно тоже уделить внимание и поздравить канун их Нового года каждого с праздником. Особенно заслуженных. Конечно, это ветераны, которым мы гордимся, а с каждым годом их все становится меньше и меньше. У них тоже должен быть Дед Мороз и подарок. Зараз в Речицком районе проживают 82 ветераны. Никто из них не застанется без уваги на переддни Нового года. С подарунками и веншаваньями приедут до каждого. Максим Савин и Гармарышенко, телерадиокомпания «Гомель» с Речицем. И знов на порозе гости. У пердновогодние дни на Гомельщине лазятся сотни мероприемств для детей, которые так ждут сюда. Возьмите сегодня в допоможную школу-интернат, которая находится в Лукове Гомельского района, завитали с подарунками сябры. У их лигу наместник старшины Белтелерадио-компании Сергей Гусаченко. Как сустракали гостей хлопчики и девчинки, надзирали наши корреспонденты. Наши дети. Добрачная акция протягивает свое шествие по разных куточках краины. И по усюлье ее удельник отшакают яны, наши хлопчики и девчинки. Так, минавито наши. Не только по назве акции. Так повинна быть на сам речь. Няма чужих. По Луковской допоможной школе-интернате зараз 116 выхованцев. 90 из них сироты. Альбуты, кто застался без опеки батьков. Самому маленькому 4 годы. Самому дорослому – 17. Усе яны ведут, что загаданное под Новый год жадание обовязково повинно справиться. Некоторые дети, даже, писали листы Деду Морозу. Нехто – одразу некольки. В первом письме я написал плеер с наушниками и, наверное, этот спортивный костюм. Во втором письме я написал СД-карту с музыкой и рюкзак для школы. В третьем я написал школьные принадлежности. У Вогуля Мара дети об самым простым. Об тем, что при жадании может легко здействовать каждый необыяковый человек. Дети хотят в своих желаниях обычные детские подарки. Это куклы, это машинки, это диски, это фильмы, это красивое платье, это модные костюмы. Вот это то, что хотят наши дети. И мы надеемся, что Дед Мороз и Снегурочка в канун новогоднего праздника их желания исполнят. Белтель Радоя Кампания дауний сябр у Луковской школы-интерната. Дети у прямым сенте подопечные медеохолдинга, керавництва якого заусюды ведая, яких подарунков тут шакают больше заусю. Так, на гэтый раз, кроме солодких сюрпризов для выхованцев, з Минска привезли великую холодильную шафу. Такая техника тут была вельми потребная. Школа-интернат, ну так принято говорить языком официальным, является подшефтным, в общем-то, нашим учреждением, да. Но если говорить языком неофициальным, конечно, мы здесь бываем чаще. Конечно, мы стараемся следить за жизнью школы, помогаем где-то и сделать какой-то ремонт. Вот сейчас мы ходили, мне показывали новый кабинет информатики, там висит интерактивная доска, которая скоро будет ребятам также помогать получать новые знания. Поэтому, конечно, стараемся всеми силами помогать, находимся в тесной связи с руководством школы-интерната. Если что-то нужно, директор знает, что белорусская компания всегда рядом и всегда готова помочь. Дауний помощник установы Федерация профсоюзов Беларуси. Все лето янана была для школы-интерната микрофоны. Ладить мероприемство стало больше текаво, просто и сручно. Зараз от Федерации презентовали интерактивную песочницу. Таких у Беларуси одинки. Сегодня мы все вместе можем это нам по силам каждого ребенка кружить заботой. И мы сегодня обязаны это сделать. И это делать не только перед Новым годом, а это делать на протяжении года. Потому что у детей есть много того, что они хотят или увидеть, или там, где им нужно помочь, их поддержать надо. И нам, взрослым, надо сегодня все делать для того, чтобы эта работа, эта забота о них была постоянно. Свои подарунки и сюрпризы привезли у гэтый день в Аулуковскую допоможную школу-интернат представники улады и многих организаций. У отказа они отримали ширые слова и подяки и добрые детячие усмешки. И нехай акция «Наши дети» крушить по беларуской земле круглый год, как дарить тем, кто позбавленный семейной пяшоты, надея на выполнение всех добрых пожаданий. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель» с Гомельского района. Новогодний угольний и малевничий представление сегодня у Гомельской областной громадской объединения «Союз следших» организовало для детей и супрацовников Следующего комитета масштабное мероприемство, примеркованное до надыходящего свято. Областное громадское объединение «Союз следших» одзийное в своем роде. У Беларуси подобных формирований у больших нема. Зареєстрованы у жнивня 2017-го и оно еще летось почало займаться доброчинной деятельностью. В рамках акции «Наши дети» супрацовники Следующего комитета Два годы запор сбирают сродки для детей, яким потребны складанные операции за межами краины. А прошу того у активе объединения организация новогодних мероприемств для детей супрацовников комитета. На этот раз на святочную елку и представление приехали коля 280 неполнолетних. Я долго выбирала какое платье одеть. Я сначала хотела длинное одеть, потом подумала, что можно одеть все-таки по колено. Я хочу, чтобы праздник прошел весело, чтобы я посмеялась много. Новогодний свят организовали у областном драматичном театре. Тут до рыжи находится Махчима-адзина на Гомельшине штучная елка таких померов. Некольки гаду тому я ее привезли с Финляндии. Сегодня она стала центром сустречи не только детей супрацовников Следующего комитета, але и их батьков. У неформальной обстановки можно поделиться нечем особистым и еще распорадоваться за своих детей. Следующие люди отказные, але специфика работы не завсюду дозволяя надавать семьи шмат часу. Новогодняя елка добрая махчимость побыть разом со своими родными. Исполняя служебный долг сотрудники Следующего комитета зачастую не уделяют должного внимания членам своей семьи и в частности своим детям. Поэтому сегодняшнее мероприятие мы проводим в том числе для того, чтобы сказать своим детям о том, что мы их любим, заботимся о них и поздравить их с наступающим Новым годом. Олексин Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Как допомога и диагностика были своечасовыми, у Гомельским областным диспансеры спортивной медицины з'явился новый автомобильный медкомплекс. Такий подарунок до Нового года установил и спортсменам областный выканавший комитет. Какие максимальности з'явились у медиков, благодаря этому транспорту и как за год обновилась техническая база диспансера, расскажут наши корреспонденты. Ренат марить стать спортсменом, трапись на олимпийские гульнии и обовязково перемахчи. А по колью он учится у одной из гомельских школ и занимается плаванием. Хлопчик доброведует, что для занятка спортом нужно быть здоровым. Кому пришел разом с матем в Гомельский областный диспансер спортивной медицины на обследование. Их каждый, кто занимается в спортивных школах, должен проходить двоеч на год. Я хочу стать спортсменом, чтобы хорошо плавать и ездить в Москву на соревнованиях. Кожный день у диспансер приходит до 100 пациентов. Зараз тут есть литерально все вузские специалисты лорня, уролог, офтальмолог, хирург и другие. У всех прикладно три десятки урачов. А в штате коля сотни медработников. В установе можно и анализы сдать, и ультрахуковое доследование пройти. А сё лета тут заявилось новое обследование, а значит и махшимости для диагностики и реабилитации спортсменов значительно поширились. Например, салон медицинских автомобилей посилками трех видов для оказания экстренной медопомоги и доставки потерпелых у лечебной установы. А кроме того, снова уже за сродки выделены облаканкамом, набыли биохимичный анализатор, ультрахуковый сканер экспертного класса и шмат иншей медицинской аппаратуры. Приобретены аппарат холтеровского мониторирования, который позволяет в течение суток записывать показания электрокардиограммы артериального давления и пульса от спортсмена только или от пациента требуется только вести дневник, чем он занимается в это время. Приобретена кабинет офтальмолога щедливая лампа дорогостоящего оборудования для определения остроты зрения и других заболеваний глаз. Ну и приобретены другие медицинские оборудования для реабилитации приобретенного оборудования. У новый будинок по улице Песина диспансер переехал прикладно по угоду тому. Чарговая мара отримать большь махчимостей для реабилитации спортсменов. Утимлику при допомозе водных методов таких, як душ-шарко, инфрачервоная сауна и інших. Уже подыходящая помешканья маеца, але все гэта каштой великих грошей. Уличываючи, что самые важные инвестиции у здоровья наших людей, будем сподзяваться, что ожидания, загаданные перед Новым годом, обовязково здействуются. Марина Джала, Евгения Кухаронак, Валерий Хапанько, телерадоэ компания «Огомель». Супрацовники инспекции по охове рослинного и живёльного свету, держа автоинспекции и лесной господарки – экологи. Для боротьбы с браконьерством на передне Нового года на Огомельщине притягнуты усе природа и правоохолные службы. У рейд со специалистами выехал и наш корреспондент Олег Сюнцерол. На этот раз в сфере уваги населенные пункты и территории вокруг их Омельский район неведьми богатый на елке, зато тут шмот сосновых насадженев. Калиминковать поубаченым, некоторые местовые же горы законно-посухменностью не возначаются. Усяго у некаких метрах от ускрайку Бурой-Вески Якубовка, якая зараз заявляет с участкой Новобедского района, сеченная сосна. По неких причинах до дому еле не донесли. Ясчай некаких десятков метров и знову порушение природоконного законодавства. Нехто выросшел осветковать Новый год со зломанными галинками. До речи за незаконное высекание древ на территории населенных пунктов и у Новоколи предупреждены достаточно высокие штрафы. За незаконную заготовку одного дерева сосны ответственность может достигать для физического лица до 50 базовых величин. Для юридического лица до 500 базовых величин. Соответственно, помимо уплаченного штрафа лицо, которое самовольно срубило дерево будет вынуждено оплатить еще и ущерб причиненной окружающей среде. Экологи кажут, что за новогодними древами браконьеры накируются основным доходом земли. Иншая справа, что в некоторых выпадках самонархтовку таких же соснов можно было попробовать узаконить. Усходные обходы к этой дороге будут так долго, что на ее поспели вырасти древы. Все разумеют, при обновлении работ их обовязково высекут. Корысти отдыху все равно не будет, а для так же малозабеспеченных семью они могли стать добрым святочным подарунком. Иншая справа территории, где никаких работ проводить не плануется. Сгодно с заручением президента Беларуси сейчас в областных и районных центрах подокладняются схемы их озеленения древыми и кустовыми рослинами повинно быть занята до 40% территории. Особливо этот сезон отпочинку и районов новобудовли. Сирот основных проблем строгое выполнение технологии посадки и выросшивания. В этом году только в гомельской области заменили 2500 древ, которые засохли. Еще одна проблема захования выращенного. В гомелье частку елки спиловали в самом центре города. Берут просто-напросто в больших красивых деревьях, срубают только верхушку. Забрал домой, поставил, постояло денек два-три, осыпалось, выбросил, а в результате покалеченное дерево. Хотелось бы обратиться и ко всем нашим гражданам, жителям города Гомеля. Увидели такое, обратитесь к нам в Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, с тем, чтобы мы могли привлечь данных нарушителей к ответственности. Телеканал «Беларусь-4 Гомель» теперь можно глядеть в HD-формате. С этого дня телерадиокомпания Гомель запустила полепшенное вешание в кабельных сетках. Телебачение высокой докладности является форматом личбового вешания, который позволяет отримировать на телеэкране малюнок более высокой якости. Отповедно, процесс прогляда станет более привабным. Если вернуться до личбы, то малюнок HD, как правило, складается с 2 миллионов пикселей. Это, прикладно, в 5 разов больше деталей, чем при малюнке стандартной выразности SD. Чем больше пикселей при передаче малюнка, тем больше деталей и, соответственно, больше досконало их адлюстрирование. Максимность приема HD-сигнала удокладняйте у вашего оператора. И до новинов компаний. Ёлка-подорожница и гульни усім двором компания «Велком» запрашает гомельчан долучиться до новогодней эстафеты и сустрец надыходящая свята разом с суседями. На дворовой вечерине побывали наши корреспонденты. Дизайнерская ёлка с подсветкой, створенная в духу актуальных трэндов уличных инсталляций, вандрует с одного двора у инши на протягу святочных дён. Также хары у всех районов смогут отчуть утульную атмосферу суседского свята. Такий подарунок до Нового года горожане отремали не выпадково. Всё лето Гомель стал одним из лидеров по колькости подключения домашних интернету от Волком в регионах Беларуси. Сбирали дятей вокруг незвычайной ёлки и створали святочный настрой Дед Мороз и казочный снеговик Олов. Знаете, вот это что за ёлочка у нас? Да, ёлочка Волком. Волком, да. Что вы ещё знаете про Волком у нас? Что у меня сейчас там? Малые разум с батьками примали удел у викторине от видеосервису ВОКа, присвеченный вядомым мультфильмом. За правильные отказы яны отрымливали подарунки от Волком. И ещё один способ заслужить подарунок прочитать новогодний верж. Ялочка начинается, с ней всегда наеся, веточки угося и салют вечера. Нашу ёлку во дворе наряжают в декабре, когда снегом замело и кругом белым было. Вешаем шары хлопушки, новогодние игрушки, белку, черепашку мишку и затем кошелы мишку. Для дорослых на Пляцовце працавало мини-кафе. А кроме от тёплого напоя и новогодней цацки, гости вечерыны отрымали приемные пропановы от Волком, специальные умовы и святочные цены на послуги. Подключайте домашний интернет в комплекте срок и получайте 50% скидку в первые шесть месяцев и скидкой с ёлочной игрушкой. От тебя на тебе игрушечку. Повеселиться разом с семьёй и суседями на вечерине можно до сёмных остуденя. Далее незвычайные ёлки усталюют по адресах Царокова 7, Косарова 5, Мележа 6 и Барыкина 206. Полный спис можно будет узнать на официйном сайте компании. Долучайтеся до свята, удельничайте в гульнях и отримывайте коштовные призы. Позначит свою делу в социальных сетках можно при допомозе хэштегу «Волком всем двором». Ганна Корольчук, Валерия Гопанько, телерадио компания «Гомель». Гэты и иншая новина вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by На гэтым выпуск завершенный. Дякую вам за увагу и до встречи в эфире. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. В Реческом районе на трассе легковушка столкнулась с лосем. Водители-пассажир с травмами госпитализированы. Вольсваген-пассад двигался по автодороге Октябрьский-Паричи-Речица со стороны Светлогорска в направлении Речицы. На 112-м километре под колеса легковушки бросился лось. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. На помощь пострадавшим прибыли медики, а вот животное погибло на месте. По факту ДТП проводится проверка. В свою очередь госавтоинспекция ведет поиск очевидцев другого происшествия, в котором серьезные травмы получил пешеход. Три дня назад около 7 утра на улице Студенческая в Гомеле водитель Киа Венга при повороте на проспект Октября сбил мужчину. Пострадавший переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Граждане, которым что-либо известно о данном ДТП, могут обратиться по номерам, указанным на экране или по телефону 102. В продолжении выпуска оперативная информация от сотрудников МЧС. За прошедшие сутки в области зарегистрировано два пожара, на которых повреждены строения, но, к счастью, обошлось без жертв. На оказание технической помощи спасатели выезжали пять раз. В деревне Городок Чичерского района накануне поздно вечером вспыхнул пожар в блочном гараже. Полностью сгорела находившаяся внутри легковушка. Одна из возможных причин пожара неосторожное обращение с огнем при проведении ремонтных работ. Сегодня в Гомельском районе в деревне Победа на одном из подворий загорелась кирпичная баня. Огонь уничтожил потолочное перекрытие, внутренние перегородки строения. Поводом для ЧП, по предварительной информации, стало нарушение правил эксплуатации печи. В окончании выпуска позитивная информация для родителей и младших школьников. В Гомеле ученики начальных классов до конца зимних каникул, садясь в маршрутку и предъявив водителю фликер, смогут не оплачивать проезд. Акцию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма поддержали несколько предприятий частных маршрутных перевозок. Таков обзор к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я, Алексей Немкевич, благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала «Беларусь 4 Гомель» продолжает новости спорта. В студии Павел Михно. В Гомеле и Гродно прошли ответные матчи первого этапа мужского кубка Беларуси по гандболу. Гомель одержал вторую победу над минским «Витязем». Минчане использовали защитную схему 3 на 3. Гомельчане же стремились уходить в быстрые отрывы. Тактику выбрали верную. Матч закончился со счетом 44-33 в пользу Гомеля. Звание «Лучший игрок встречи» получили гомельчанин Дмитрий Бегун и минчанин Глеб Воевода. Ответный матч провели Могилевский Машека и Гронинский Кронон. Могилевчане проиграли 29-37, но прошли финал четырех по сумме встреч. Заключительные встречи Кубка Беларуси пройдут в следующем году. Их участниками станут Минский СКА, БГК имени Мешкова, Могилевский Машека и Гомель. Стали известны итоги спартакиады детско-юношеских спортивных школ по бадминтону, которая проходила в Гомеле. В турнире участвовали юные спортсмены из Гомеля, Мозыря, Минска и Могилева. В смешанном парном разряде первое место заняли минчане Александр Александрович и Вероника Тарусова. За ними расположились гомельчане Глеб Шутков и Дана Масейкова. Одиночные разряды возглавили представители минской команды Вероника Тарусова и Александр Александрович. В парном разряде среди женщин золото завоевала Вероника Тарусова и Александра Васильевская. Среди мужчин Александр Александрович и Владимир Кривошеев. Гомельчане на втором месте в общекомандном зачете победила команда из Минска. Серебро завоевала дружина с дюшор номер 7 из Гомеля, а бронза досталась сборной Мозыря. Республиканские соревнования новогодний турнир по фехтованию прошли в Бресте. Турнир стал удачным Анастасия Назарова заняла второе место. Бронзу завоевала Ульяна Потороча. Юноши соревновались в фехтовании саблей. Алексей Терещенко и Артур Галойденко привезли домой золото и серебро соответственно. Чемпионат города по спортивной акробатике прошел в Гомеле. В турнире участвовали около 100 человек. Спортсмены выступали в пяти номинациях по двум возрастным группам. В парных упражнениях младшей возрастной группы золото завоевали Данил Бернацкий и Иван Коптюк. О смешанных парах Варвара Короткевич и Иван Федоров. Первыми в групповых упражнениях стали Дарья Лосева, Эльвира Никитина и Дарья Турмасова среди девушек. Алексей Деменковец, Кирилл Павлюченко, Кирилл Савченко и Антон неизвестно в среди юношей. В старшей возрастной группе первые места заняли Алиса Никитина и Алиса Качан в женских парных упражнениях. Ксения Конючка, Ксения Литвинова и Арина Пономаренко победили в групповых упражнениях среди женщин. Егор Марцевич и Никита Строг среди мужчин. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Павел Михно. Оставайтесь на Беларусь4.